Доброго времени суток, друзья! Вы знаете, что в Endlisted можно иметь еще один отряд, который будет не хуже пулеметчиков, и при этом он есть практически у каждого и наверняка прокачанный топ. Об этом и других способах, как повысить эффективность класса боец в этом видео. Достаточно часто встречал мнение, что класс бойцы неэффективный, и с ними пора что-то делать. Часто говорят, что они не нужны только в качестве мяса в отрядах, качать все отряды бойцов 2-го тира, 3-го и какого там еще потом ведут не надо, достаточно в улучшениях прокачать один первый отряд и пихать бойцов в другие для массовки на время прокачки. Я ни в коем случае не отрицаю подобных высказываний, каждый имеет свое мнение и вправе его высказывать. Но так ли это на самом деле? Как правило, подобные суждения возникают в самом начале игры, когда еще не все отряды и оружие прокачаны, когда ярко видна разница между штурмовиками с ПП и винтовочниками с болтовками, когда игрок в целом имеет мало опыта в игре и не видит многого в дальнейшем развитии своих отрядов в инлистах. Признаюсь, раньше я тоже примерно так же думал, но когда вышла в ЗБТ берлинская компания в самом ее начале без прокачки, давался отряд радистов СВС-36, у которой есть режим автоматической стрельбы, сразу смекетил, что можно будет вооружить ими бойцов и будет еще один отряд штурмовиков, ну или полуштурмовиков. Но когда я все-таки открыл АВС, оказалось все по-другому. Не знаю, хорошо это или плохо, тут кому как. В общем, оказалось, что отдачу этой винтовки мама не горюй, а урон как у пулемета. Стоп, а о чем нам характеристики говорят? Для сравнения, характеристики АВС, Матсона и ДП. Фигасе разница только в объеме магазина. Че, реально так было? Пошарил в открытых источниках и вот что я нашел. Цитирую. Вести стрельбу короткими очередями из АВС-36 полагалось при недостаточном количестве ручных пулеметов, а непрерывным огнем, только в крайнем случае при отражении внезапных вражеских атак на дистанции не больше 150 метров. При этом запрещалось расходовать подряд больше четырех магазинов, чтобы не перегревать и не изнашивать ствол и другие детали. Согласно инструкции, переводчик режима огня АВС запирался специальным ключом, находившимся у командира отделения, который лишь в случае необходимости мог разрешить некоторым из солдат вести огонь очередями. Вести автоматический огонь рекомендовалось из положения лежа с упора с той же прикладкой, что и при стрельбе из ручного пулемета ДП. Все это, ну кроме перегрева ключа, подходит и для инлистов. Очередями стоит стрелять из задачи так же неудобно, как и пулеметом, и приходится корректировать ее мышкой и стрелять лучше лежа. Также из задачи приходится стрелять отсечками, а длинную очередь только вблизи с перепугу, когда какой-нибудь черт со шмайсером на тебя выскакивает. И не надо, мои юные знатоки, истории сейчас мне рассказывать и писать в комментариях, что шмайсер конструктор, а не автомат. И я это знаю, и даже знаю, почему МП-40 так называли, речь сейчас не об этом, а о том, что АВС по сути может быть винтовкой и в некоторой степени пулеметом одновременно. Таким образом, в одном отряде бойцов может быть семь почти пулеметчиков, а два оставшихся места отдать инженеру и на выбор штурмовику или радисту. На мой взгляд, хорошее подкрепление. Кстати, в нормандской компании у немцев есть ФГ-42. Это чтобы не говорили, что я только про СССР рассказываю. Вот про американцев, да, тут я не силен. У них из стрелков в оружии для меня все оно, то самое, на что мухи гурьбой слетаются. Тем не менее, кое-что все-таки можно придумать, чтобы их бойцов поэффективнее сделать. Как? Сейчас расскажу. Когда у нас открывается отряд бойцов второго тира, мы можем взять на вооружение Мосинку с гранатометом Дьяконова. Реализация вендлиста так себе, да и в жизни он морально устарел еще до войны. Тем не менее, для игры хорошая альтернатива в качестве дополнительного оружия. В одном слоте у нас СВТ или АВС, в другом гранатомет. Я, конечно, не фанат таких гранатометов, но видел и не раз, как ребятами наваливают по самой неболой. Для московской компании, где полно окопов и домов, самое то. В принципе, для нормандской такой подход тоже в тему будет. В других компаниях тоже есть свои аналоги такого оружия, поэтому можно воспользоваться и этим способом. Главное, вовремя переключаться между бойцами. А для этого настроить переключение на удобную для себя кнопку. У меня, к примеру, на пятой кнопке мыши, а на четвертой лежать очень удобно. Собственно, исходя из всего этого, нужно именно бегать, меняя позиции, вставать на захват, а не греть жопу на одном месте. Тем более, что отправив отряд на удержание точки, управляемым бойцом можно ходить где угодно. Боты останутся на месте. Как увидите, что начался захват точки, или боты получают урон, то сразу переключайтесь на них, ибо вы там сейчас нужнее. При такой тактике бойцы будут приносить хороший опыт. Главное преимущество бойцов в том, что их отряд из 9 человек. Часть из них, конечно, будет мясом. Но чем больше солдат на точке, тем быстрее будет захват. Важно, чтобы вы были на бойца, который в это время на точке, а не где-то в стороне. Таким образом, вы захват сможете сорвать, а это тоже, кстати, опыт в копилку. Стрелять в суппостата и выжить. Тем более, что, как мы поняли, вооружить бойцов мы можем хорошим оружием. Ну, а если не выжили, то на этот случай у вас должен быть респ рядом сделан, чтобы быстрее до точки добежать. В таких случаях массовка очень влияет на результат. А стояние в стороне и попытка играть в снайпера только хуже сделает. Игра про захват, а не про стрелять. Нет, конечно, стрелять надо, и стрелять надо точно, но захват во голове угла будет. В первую очередь цель будет захват, а убийство фрагов один способ реализации этого. Ну и по поводу снаряжения. Что выбрать, большую патронную сумку или второе оружие? Тут вы исходите из своих предпочтений. Но можно в отряд взять половину бойцов с большой патронной сумкой, а вторую из отряда второго тира с доп. оружием и взять винтовку с гранатометом. И, как я уже говорил, вовремя по ситуации переключаться. Также стоит прокачать перки. Плюс 35% живучести, плюс 75% скорость использования аптечки, плюс 200% восстановления здоровья аптечкой, плюс 40% максимальной высоты прыжка, большой шанс войти в раненое состояние при смертельном ранении, плюс 50% время в раненом состоянии перед смертью. В принципе, я бы их все для всей пехоты взял бы. Но для этого для начала надо прокачать солдат до 5 звездочек. Собственно, это все, что я хотел рассказать про повышение эффективности бойцов в инлист. Надеюсь, был полезен вам. Спасибо за просмотр. До новых встреч!